Друзья, привет! Сегодня расскажу вам о полноразмерном современном кроссовере от Subaru Forester 4 поколения. В этом видео мы поговорим о сегменте кроссоверов в целом. Разберемся, почему люди вообще выбирают этот сегмент. Перечислим плюсы и минусы этой модели и поможем вам выбрать автомобиль для себя. Итак, Subaru Forester стал кроссовером с третьего поколения. В этом кузове он претерпел многочисленные изменения и стал самым популярным кроссовером вообще в России. В четвертом поколении Subaru появился в 2012 году. В 2015 году появился первый рестайлинг. Вот та версия, что сейчас за моей спиной. Если говорить о визуале, по сравнению с прошлым поколением, машина выглядит по-другому, немножко более агрессивно. Все-таки идет в ногу со временем Subaru. Но кузов держит ту же самую концепцию. То есть это кроссовер, если вспоминать первое и второе поколение Forester. Там он был что-то среднее между универсалом и таким мини кроссовером. Сейчас автомобиль уже полноразмерный кроссовер. С каждым поколением Subaru все увеличивает и увеличивает объемы по кузову, делая эту машину более народной. Также хочется отметить, что в турбовых версиях вот в этом кузове пропал ноздря. Я так полагаю, что японцы убавили немного агрессивность, чтобы опять расширить спрос на этот сегмент. Forester держит марку еще с первых поколений. Это сбалансированный мотор по объему и мощности, высокий клиренс, высокая проходимость, полный привод и вместительный кузов. В 2010 году на Forester появился мотор FB20 на 147 лошадиных сил. Турбовые версии в тех поколениях выпускались на моторах EG20 и имели 240 лошадиных сил. С 2012 года пропал EG20, турбовая версия получила мотор FB20 на 280 лошадиных сил, в то время как дилерские центры для Европы и для России выпускают те же самые моторы, чуть-чуть задушенные под российский рынок и имеют 240 лошадиных сил. С чем это связано, я думаю, ни для кого не секрет. В основном это налоги, потому что машина продается в России и никто как бы не хочет переплачивать за объем, хотя мотор точно такой же. У нас сегодня версия не турбовая, мотор FB20, 147 лошадиных сил. Для города более чем хватает. Была версия такая, что не турбовые Forester не едут совсем, но я не знаю, мы сейчас прокатимся, выясним это, но пока мы сюда ехали, я могу уже сказать, что, ребята, вы ошибаетесь. Не турбовые версии выпускались также на механике, шестиступая механическая коробка передач, все остальные версии у нас идут на вариаторе. Турбо на механике в этих кузовах нет. Здесь у нас вариатор, никаких проблем с обслуживанием нету, мотор простой, такой же, как и на Subaru XV. Обслуживание здесь элементарно, меняйте масло в моторе, меняйте масло в трансмиссии. Здесь у нас гидравлическое управление рулем, в то время как его конкуренты практически все получили уже электропривод рулевой рейки. Да и в принципе все добавить нечего, запчастей на эту машину полно, во всяком случае на Дальнем Востоке, но по мотору все подходит с европейских изделийских версий, поэтому, ребята, проблем с запчастями у вас не будет с этой машиной. В 2018 году в следующем поколении Форестеров не будет турбовой версии. Они убрали мотор FA20, добавили гибридную установку на FB20, будет 10 кВт. 10 кВт немного будет работать, как ИМА хондовская, то есть это будет старт-стоп, это будет помощь при запуске, будет помогать немножко при разгоне, при трогании с места. Но, тем не менее, Subaru молодцы, идут ногу со временем, не стали гнуть какую-то свою линию, отказываться от гибрида. Я думаю, в дальнейшем будут версии и поинтереснее, будем за этим следить. Также в 2018 году японцы стали ставить на эти автомобили 2,5 литра, 184 лошадиные силы получил такой мотор, в то время как в России эти автомобили выпускаются 171 лошадиная сила. Визитной карточкой Форестеров, как и всех Subaru, становится проходимость. В этом автомобиле я не могу не отметить. Высокий клиренс 220 мм, друзья, с этим вряд ли кто может сравниться из конкурентов. Если повспоминать, ну, Mazda CX-5 212, если не ошибаюсь, Subaru XV, но это опять же не конкурент, это его, можно сказать, младший брат 200 мм, клиренс там такой же, как у ландкрузера Prado, при том, что машина короткобазая, очень классная проходимость у него ввиду этого. Но 220 мм на Subaru Forester, полноразмерный кроссовер, друзья. По визуалу автомобиль стал тоже более современным, добавилась LED-овская полностью передняя подсветка, вся от головного освещения до туманок. Фары у нас со слежением за рулем. Машина выглядит, ну, реально более эффектно, более современно. Добавилось много хромированных элементов, как по передней части, так и, в принципе, по всему кузову. Здесь у нас все стандартно. Черты у нас остались от прошлого поколения, это SH-кузов. Кстати говоря, рейлинги идут не на всех комплектациях, за ними тоже люди гоняются, с рейлингами комплектации стоят подороже. По задней части у нас, в принципе, тот же самый кузов SH стал более немножко угловатым, но выглядит достаточно стильно. Ночью все светится очень красиво, опять же, диодная подсветка на задних стопорях. У Subaru, кстати говоря, вот, по-моему, только у них есть такая фишка, то есть, у них несимметричные задние стопори. То есть, с правой стороны у нас установлен противотуманный фонарь, он редко какой ставится на автомобиле. Здесь у нас стоит подсветка заднего хода, она у нас одна только с левой стороны. Остановимся на выхлопе, друзья, здесь у нас с одной стороны идет труба, со второй заглушкой, если можете заметить, в турбо-версиях выхлоп сдвоенный и смотрится куда поинтереснее. Отметим спойлер, кепку, который, в принципе, такой же угловатый стал, как и весь автомобиль, но смотрится достаточно изящно, абсолютно вписывается в дизайн. Бывают также версии с люком. Многие очень гоняются за люком, люкатые версии стоят на порядок дороже, я бы сказал, за люк многие люди готовы переплачивать. Ну, тут дело, на самом деле, каждого. Я бы, например, не стал переплачивать за люк, потому что, ну, у кого какие потребности, на самом деле, я вот лично люками не пользуюсь в таких автомобилях. Ну, салон Уфорика, в принципе, вписывается в концепцию. Не скажу, что это прям кресло лесника, безо всяких удобств, но достаточно простовато, если даже сравнивать с X-Trail или с Honda Vezel. Но, хотя, по сравнению с прошлыми поколениями, ну, ребята немножко заморочились, добавили вот такой лакированный черный пластик, в принципе, элементы. На самом деле, недавно обозревали Subaru Levork, очень похожий салон, то есть у него такое же меню, дополнительный дисплейчик, который у нас передает, в принципе, всю информацию вообще о том, что происходит у нас в машине. Это компас, это расходы топлива, вообще режим управления, распределение по осям, ну и так далее. То есть вся информация на гибридной версии, к примеру, там бы еще показывался у нас режим работы, то есть на каком моторе едет автомобиль, но об этом мы уже с ним, я думаю, через годи, когда гибридные Forester станут проходными. Хочется отметить руль, достаточно удобный, здесь не сделали такой, как в Levork, то есть он у нас идет, ну, можно сказать, абсолютно круглый, да, нет вот этого D-образной формы. Вот, у нас также присутствуют лепестки, это вариатор, напомню вам, можно переключать в режим механика и кто любит вручную переключать передачи, пожалуйста, ребята, развлекайтесь. Все, основное управление всеми функциями, то есть интеллигент, либо спорт режим у нас осуществляется с руля. У нас здесь круиз-контроль, адаптивный, потому что во всех комплектациях у нас идет iSight, то есть у нас есть две камеры, слежение за полосой, слежение за препятствиями, работает функция предотвращения столкновений, экстренное торможение, аварийка, я не знаю, она включается или нет при аварийном, при резком торможении, надо попробовать, кстати. Вот, по кнопкам здесь, как и, в принципе, во всех форестерах у нас, ну, не скажу, что много, я бы, честно говоря, еще бы что-нибудь добавил, потому что, ну, выглядит все равно простовато, хоть ребята и постарались, сделали там более уже гибкий, да, то есть торпеда стала более направленной вперед, если сравнить даже с прошлыми поколениями Subaru, но все равно не хватает, простовато. Три крутилки, что здесь, две кнопки, это у нас управление печкой, ну, то есть направлением обдува и включение-выключение режима раздельного двухзонного климат-контроля. У нас есть X-Mod, это чисто субаровская фишка, то есть помощь при спуске, грубо говоря. Если вы переживаете, допустим, какой-то полуледяной, полугрязной горки, спускаетесь, не знаете, что вам делать, тормозить или там ставить на L-ку, да, как опытные водители, вы нажимаете X-Mod, отпускаете обе педали и машина у вас катится, все делает сама. На самом деле, ну, можно сказать, для неопытных водителей будет реальной подмогой, я так думаю. На самом деле, сам не проверял. У нас комбинированная, кстати, кожа эко, то есть ни одна корова не пострадала, я так думаю. На середине у нас тряпка, она будет вас держать, не будете скользить, не будете елозить. Белая строчка. Сзади здесь также вполне комфортно. Сидушку я откинул практически до самого конца назад, переднюю, чтобы максимально выявить возможности. Да, вполне реально можно раскинуться, можно даже прям с комфортом. Ехать салон, на самом деле, очень большой. Если говорить про первое и второе поколение, там реально сзади было тесновато. С третьего поколения машины пошли уже более, то есть каждым поколением вообще увеличится объем салона. Посмотрим багажник. Тут у нас, кстати говоря, комплект колес. Я уже заценил. Сейчас покажу. На вот таком вот очень красивом субаровском литье. Не знаю, докупал отдельно их клиент или нет, или просто они достались ему бонусом. Уточните, у менеджеров. Но, блин, реально вот в черном цвете на таких дисках хромированных будет смотреться прямо огонь. Слушайте, ну багажник не скажу, что прям гигантский, но для кроссовера вполне более чем достаточно. Здесь у нас фальшпол на X-Trail он сдвоенный, то есть можно его убирать, там наставлять друг на друга, делать полочки различные. Здесь у нас одна панелька, есть запаска, банан, новая, кстати говоря, не тронутая даже. Все в пенопласте, по идее ничего не должно брякать, но у меня такое ощущение, что будет брякать. Салон откидывается вот так вот в сидушки. То есть нужно перевозить не габарит, колеса, а рассаду, доски. Пожалуйста, нажали все с кнопочки, ничего не надо дергать. Ну что, друзья, выезжаем на дорогу. О, цепляемся в асфальт с 74 колесами. Пошел разгон, слушайте, но я бы не сказал, что атмосферная двухлитровая версия не едет. Нормально едет машина. Если вы любите погонять, конечно, выбирайте турбо 280 лошадей. Более чем достаточно, но я себя не чувствую обделенным. Очень легко разгоняется машина. Я бы не сказал, что она не едет вполне себе нормальной для уровня городского кроссовера. Я думаю, даже на трассе между городами во мне будет не хватать мощности. Просто бывает, что в некоторых машинах едешь, хочется открыть дверь, ногой потолкнуть после даже турбовой версии. Когда пересаживаешься, здесь нет такого. Нет, нормальный вполне себе автомобиль. Не сказал бы, что он не едет, динамика прям бодрая. Вариатор отрабатывает легко для города, для семейного кроссовера. Мощности более чем достаточно. Из основных плюсов Subaru Forester я бы отметил, во-первых, клиренс и проходимость. Во-вторых, практичность, доступность, сочетание цена-качество. Мотор идеально сбалансирован с объемом мощности. Из даже нетурбовых версий, если вы не любите гонять, грубо говоря, вам машина нужна для выполнения основных функций. С легкостью подойдет вам обычный двухлитровый атмосферный двигатель. Вспомним про конкурентов. С ним рядом я бы поставил Nissan X-Trail, который набрал свою популярность только с появлением гибридных версий. До того, как вышел гибридный X-Trail, все звонили по Forester, X-Trail отставал. Сейчас, конечно, гибридная технология преобладает вообще по количеству заявок. Но я думаю, как только станет проходной гибридная 10-киловаттная версия Subaru Forester, он вновь обретет популярность. Пока он входит в топ-3 кроссоверов, заказываемых из Японии. Honda Vezel можно поставить также рядом с этими автомобилями, но он не такой полноразмерный. То есть это автомобиль на базе FITA, но тоже интересный, в принципе, для города вариант. Есть гибридная версия, есть полный привод. Есть гибридная версия, полный привод. Выбора достаточно в Японии, в принципе, для любых автомобилей. Ну, Mitsubishi Outlander, который у нас лидер по гибридным технологиям PHEV. Но уступает. Уступает он и по клиренсу, уступает по салону, даже Forester. Уступает по салону, хотя, на самом деле, не стал бы я так критиковать, потому что машину серьезно выбирают не за салон. Друзья, ну и цены на Subaru Forester с аукционов Японии стартуют от 1.020.000, это те минимальные цены, которые я нашел вчера в статистике за последние 3 месяца. За 1.020.000 вы получаете 2014-2015 год до рестайловую версию, пробег около 160-170 тысяч километров. Отмечу, что наибольший пробег, который я нашел на аукционе, это 315 тысяч километров. Поэтому можно предположить, что машина 400 смело пройдет по России. Так что пробегов больших не стоит бояться. Если вы хотите нетурбовую версию в более лучшем состоянии, то есть пробег до сотни, ну, готовьте 1.100.000, 1.150.000 на самый старт. До 1.300.000 можно взять хорошую версию, в зависимости от комплектации. Опять же, очень ценятся рейлинги и люки, за это люди готовы переплачивать. Если интересует турбовая версия, цены стартуют от 1.300.000 до 1.500.000, 1.600.000 можно взять такие автомобили, тоже зависит от состояния, комплектации и оценки. Тут уже менеджеры вам подскажут все в зависимости от ваших пожеланий. И если вы истинный Субаровод и считаете, что Субару должно быть только на механике, есть предложение атмосферной версии 2 литра на коробке. Стоимость порядка 50-100 тысяч рублей выше, чем обычная атмосферная версия. То есть самый старт 1.150.000 и в гору уже от комплектации, состояния и пробега. Друзья, пишите в комментарии, какой Forester выбрали бы вы. Может вас интересует турбовая версия, может вы предпочитаете механику или просто городской кроссовер 2 литра на вариаторе. Может быть вы будете ждать вообще гибридной версии, в следующем году она станет проходной, обязательно снимем обзор. В общем, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если все-таки не можете разобраться или вообще определиться, с каким кроссовером, какой кроссовер нужен именно для вас, звоните в офис, менеджеры вас проконсультируют, все расскажут и по ценам, и порекомендуют автомобиль для вашего вкуса. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересных обзоров. Пока!